Водится с 17 ноября. Воздушным судам дадут больше места для полетов на крейсерской высоте. Диспетчерам сейчас станет проще решать конфликты в воздухе, но для этого нужно поменять метры на футы. Екатерина Маркова увидела, как авиадиспетчеры осваивают другой язык и другую систему измерения. Районный центр организации воздушного движения с дислокацией в Толмачево ведет самолеты от восточной границы Красноярского края до запада Тюменской области. На картинке перед глазами диспетчера самолеты двигаются в одной плоскости, но каждый держит в голове трехмерное изображение. Все происходит на разной высоте. Через несколько недель этот слоеный пирог должен стать еще больше. В воздушном пространстве страны прибавится шесть дополнительных коридоров на самой оптимальной высоте. Чем удобнее? Ну экономически это выгодно. Крейсерский, эшелон. То есть по топливу, по загрузке это сам оптимальный. Ну да, да. Допустим, самолет на 8 тысячах, он будет тратить топливо на 20% больше, чем он на крейсерском эшелоне, скажем, на 10 тысяч будет идти. Они могут вот здесь идти, скажем, друг за другом с интервалом в 20 километров на одном эшелоне. И это будет нормально. Новая схема эшелонирования сейчас перед каждым рабочим местом диспетчера. В идеале она позволит увеличить трафик воздушного движения и сведет на нет все трудности при пересечении границ с Европой. В мире осталось только шесть стран, в которых воздушное пространство измеряют в метрах. В одном списке с Россией Монголия, Таджикистан и Туркмения. С 17 ноября в 00 часов по Гринвичу и в 7 утра по Новосибирскому времени воздушное пространство над Россией начнут измерять в футах. Диспетчеры в одну секунду должны переключиться на новую фразеологию и усвоить новую систему измерения. При этом скорость принятия решения не должна пострадать. Уже больше полугода в Новосибирском центре организации воздушного движения занятия на тренажерах длятся по несколько часов в день. Беспрерывный гул на русском и английском. Сегодня зачетное занятие на тренажерах. Как говорят сами авиадиспетчеры, интенсивность учебного движения такова, что нельзя отвлечься ни на минуту. При этом оперировать можно только футами и, как правило, на английском языке. Но после 17 ноября диспетчерам будет даже легче, утверждают специалисты. Интенсивность воздушного движения только растет из года в год. И, соответственно, у нас же сектора были еще в свое время при Советском Союзе. Мы применяем новые какие-то трассы, разрабатываем. Основного, конечно, такого эффекта нет. При РВСМ очень многие вопросы снимаются. И для диспетчера это удобнее. Ему решать конфликты гораздо легче. У него больше вариантов, как поступить в той или иной ситуации. Как говорят в Новосибирском центре, большая часть диспетчеров уже готова к переходу на новую систему. Постоянное обучение и занятия на тренажерах – это часть их работы. Здесь, например, можно смоделировать любую внештатную ситуацию при взлете и посадке. Екатерина Маркова, Константин Тенаев, телестанция «Мир». Готовность номер один.